...что это именно товар России, с видным флагом России. То есть, фактически, это маленькая победа, наша в том числе. Ну и просто мы привлекаем внимание разными способами. Сегодня не получилось, конечно, похулиганить здесь, но думаю, что в следующий раз милиция так быстро не приедет, и мы все сделаем правильно. Но вообще, я считаю, какая может быть, знаете, мы в Киеве, и здесь не ощущается война, тут выборы идут, а там люди каждый день гибнут из-за того, что российский бизнес получает здесь какие-то копейки. То есть, надо это прекращать, заканчивать, бойкотировать и привлекать к этому внимание. У нас российские строятся здания, у нас российские генделоки, например, на Подоле ресторан «Малина», они и в России вырубают зеленые зоны, на историко-архитектурной спадщине. Кроме того, что испортили памятник архитектуры пристройками, они не выплачивают 30 нашим работникам, не выплатили зарплаты. То есть, это московские загарбники-оккупанты. И бороться надо любыми способами. То есть, мы здесь, почему здесь мирно и нет войск? Потому что там наши ребята гибнут за те деньги, которые выручаются с подобных заправок. То есть, мы можем это прекратить только сознательным бойкотом. Когда украинцы станут едины в своем порыве защитить свою страну, быть самостильной Украиной, тогда люди перестанут платить российским заправкам. Вот, Вадим Торопов, я член организации «Киевский ВИЧ» и один из тех, кто инициатива бойкот заправки в бойкот российских заправках. Так что, я туда дальше перееду, че что? Туда и тогда будет чувствовать больше-больше нормально. Слушай, попал на перформанс. Ну, дивишь, не вышло, да? Что не вышло? Такие пошевать? А? Да кто-то пришел и разкидал нам лейцию.